НЕКСАС В АССОЩИАЦИЯ С СПОРТС ЭКСЕЛЛЕНС Всем привет! Добро пожаловать на передачу «Совершенство в мире спорта». Сегодня мы узнаем, что стоит за спортом высших достижений. Мы находимся с вами в России, в Сочи, столице 22-х зимних Олимпийских игр. Итак, что ждет нас сегодня в передаче? Мы узнаем, как работают хронометристы на соревнованиях по бобслео и конькобежному спорту. Вас ожидает очередная порция любопытной статистики по зимним видам спорта. Но для начала мы поговорим с Дмитрием Чернышенко. Это глава оргкомитета Сочи-2014. Он расскажет нам, почему эта Олимпиада, сочинские Олимпийские игры, станут незабываемыми. Дмитрием Чернышенко. Такой шанс выпадает раз в жизни. Когда нас объявили победителем на сессии МОК в Гватемале, это был действительно яркий момент. МОК доверил нам право провести Олимпийские игры в моем родном городе. И сейчас мы показываем, что Россия – это современная прозрачная страна, которая способна реализовать столь амбициозный проект и добиться потрясающих результатов. Несомненно, это будет наследие не только для этого региона, но и для всей страны. Все Олимпийские объекты многофункциональны. Но самое важное – это изменить представление о Сочи, сделать этот регион согласно международным стандартам. Эти уникальные, красивые объекты останутся надолго. В скором времени мы будем принимать этап чемпионата мира Формула-1. Затем чемпионат мира по футболу. Пройдут чемпионаты мира по бабслею и санному спорту в нашей стране. Итак, мы на Олимпиаде в Сочи. Здесь есть море, снег, лыжи, сноуборд, слоп-стайл, скелетон, конькобежный спорт. И вот порция нашей статистики. С восемью золотыми медалями Бьерн Делли является самым титулованным олимпиоником в истории зимних Олимпиад. Столько же медалей завоевал американский пловец Майкл Фелпс на играх в Пекине в 2008-м. Сборная Норвегии является лидером по числу медалей на зимней Олимпиаде – 263. На летних играх доминируют американцы – 2116 наград. Бюджет Сочинской Олимпиады составил более 50 миллиардов долларов. Этот бюджет в 25 раз превышает сумму, затраченную на проведение игр в Ванкувере 4 года назад. Самая высокая чаша Олимпийского огня установлена в Турине в 2006-м – 57 метров. Это ровно половина высоты собора Василия Блаженного. 53 километра в час – такова максимальная скорость конькобежца. Ее развил Жеральд Ван Вельде. С такой же скоростью бегает лев. Георг Хаккель выиграл три олимпийские медали на трех разных Олимпиадах. То же самое сделал Ян Железный, считающийся одним из самых великих копьеметателей мира. На играх от 1924 года хоккейная сборная Канады забросила в трех матчах 85 голов. Это больше, чем сумма всех шайб, заброшенных на Олимпиаде в Ванкувере. Позади меня новый центр санного спорта – Санки. И сейчас мы встретимся с Питером Херцелем, который является официальным хронометристом на соревнованиях по баспслею и конькобежному спорту, начиная с игр в Индруке в 1976 году. Мы разрабатываем специальную систему с радаром внутри, с антеннами, которые берут на себя все частоты, чтобы мы могли показать всю скорость от начала и до конца забега, либо схода по желобу. Показываем положение баспслея, трассы, как распределяется вес спортсменов, находящихся в бобе. Вы можете сделать это легко с помощью большой коробки, но у нас максимальный вес составляет 300 грамм. Поэтому мы стараемся сделать нашу систему все более уникальной и уменьшить ее в размерах. Это является основной проблемой. Мы начали свою работу на Олимпийских играх в Индруке 1976 года. Тогда на соревнованиях по баспслею работало 3 человека, сейчас у нас бригада из 18 человек. Сейчас мы уже предоставляем фотоснимки на промежуточных отсечках и также на финише. Спортсмены получают всю необходимую информацию в распечатанном визе и они могут понять, разобрать, где они допустили ошибку, что привело к потере времени, где они могут прибавить выступить лучше. Мы можем фотографировать со скоростью 1 миллион кадров в секунду. В следующем году мы будем использовать эту систему на этапах Кубка мира по баспслею и на чемпионате мира. Очередной выпуск программы «Совершенство в спорте» подошел к своему завершению. Мы прощаемся с Олимпийским парком в России. В следующий раз мы встретимся в США, где расскажем вам о соревнованиях по гольфу в рамках турнира USA Masters. До встречи в США.